Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. До 1 июля 2020 года тарифы в Ульяновской области не вырастут. Медпомощь на колесах. В Меликесском районе появится новый ФАП. Ульяновских женщин сделают счастливыми. В Димитровградском реабилитационном центре устраняют последствия стихии. В Ульяновске появилась улица и памятник в память о главном реконструкторе Руслана Викторе Толмачеве. Участие в церемонии приняло руководство областей города, группа компаний «Волга-Днепр», родственники Виктора Толмачева и его коллеги, работники авиационной отрасли и жители города. В новом городе открыли памятник авиаконструктору Виктору Толмачеву. Памятный камень изложили в новом 10-м строительном микрорайоне малоэтажной застройки вблизи одноименной улицы. Постановление о присвоении улицы имени Толмачева подписал глава города Сергей Панчин в конце июля. Вы знаете, мы себя позиционируем как родина талантов, и вот благодаря таким, как Виктор Ильич, мы подтверждаем это хорошими, яркими примерами жизни. Конечно, мы гордимся, что Виктор Ильич здесь жил, здесь трудился, здесь создавал эти замечательные самолеты. Виктор Толмачев – советский авиаконструктор, создатель самолета Ан-124 «Руслан». Именно «Руслан» считался самым большим грузовым серийным воздушным судном в мире. С 1971 года Толмачев был ведущим конструктором проекта Ан-124, а в 1985 году главным конструктором и его производной – шестидвигательного Ан-225 «Мрия». Отец вложил всю свою жизнь в развитие авиации, в развитие уникальных авиационных проектов. И, конечно, мне приятно, что его вклад в это дело настолько высоко оценен. Не у всех есть отцы, именем которых называют улицу. Также принимал участие в разработке и создании практически всех самолетов под маркой «Антонов» и их модификации. С 1991 года Толмачев являлся техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр». Сегодня Сергей Морозов встретился с Рамилёй Волгиной. Напомним, жительница Ульяновска больной раком областной Минздрав отказал в обеспечении дорогостоящим лекарственным препаратом. Мешаться в ситуацию пришлось лично губернатору. Теперь женщина будет получать рецепт препарата в поликлинике по месту жительства, и уже сам препарат в аптеке также по месту жительства. В областном Минздраве Сергей Морозов провел встречу с Рамилёй Волгиной. Напомним, ранее жительница Ульяновска больной раком областной Минздрав отказал в обеспечении дорогостоящим лекарственным препаратом, поскольку тот не входил в перечень льготных. Чиновники искали разные выходы из ситуации, однако вопрос полностью решился, когда в ситуацию вмешался губернатор. Сегодня глава региона пообщался с девушкой и узнал, как протекает лечение онкобольной. Переписывались с вами, разговаривали, будем считать. Моя позиция такая же, как и у вас. Люди, которые обязаны получать те или иные виды медицинской помощи, будь то лекарственные, будь то высокотехнологичные, будь то какие-то другие, неукоснительные должны это получать. И никого не волнует ссылки тех или иных разных структур, о том, что у них что-то несовершенное или какие-то есть происходят сбои. Сегодня Рамиля часто улыбается и говорит, что верит в эффективность лечения. Ее опорой и поддержкой до недавнего времени была семья, а теперь Сергей Морозов, поскольку к ее выздоровлению он непосредственно приложил руку. Сейчас женщину до конца года полностью обеспечили препаратом кризотенибом. Со 2 июля девушка уже может получать рецепт и сам дорогостоящий препарат в своей поликлинике и, соответственно, в аптеке по месту жительства. Тем более у меня огромный стимул, потому что у меня есть маленький ребенок. И 6 сентября всего лишь 4 года. Ты специально? 6 сентября, да. У меня 6 сентября тоже делается. Да? Я не знала. Я не знала этого, честно. За круглым столом глава региона заслушал министра здравоохранения о ситуации по обеспечению пациентов в медучреждения лекарственными препаратами. Чтобы внести дорогостоящие кризотениб в льготный перечень, ведется работа по внесению изменений в территориальную программу государственных гарантий. Значит, механизм был запущен с формулярной комиссией. По пессимистическим прогнозам мы будем иметь подписанные постановления после всех согласований 20 сентября, перед принятием бюджета, соответственно, расторговывать для нее и для лиц, которым требуется этот препарат. На будущий год мы сможем уже после принятия бюджета в октябре. О теме доступности лекарственного обеспечения и развития здравоохранения в области глава региона продолжил говорить с главными врачами медучреждений на профильном совещании. Мы будем очень серьезно с вами собеседовать по вопросам удовлетворенности населением, той работы, которую вы проводите, и в том числе давать независимую оценку или, по крайней мере, ознакомиться с независимой оценкой, которая будет выразиться вам. Так, в ходе нацпроекта здравоохранения в регионе запланировано снижение смертности от онкологических заболеваний на 7,5% к 2024 году. Для реализации этих задач будет организовано 8 центров амбулаторной онкологической помощи на территории Ульяновской области, закуплено порядка 200 единиц современного оборудования в онкологический диспансер и отделение гематологии детской областной больницы имени Горячего, а также подготовлены квалифицированные кадры. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, Новости Улг Правда ТВ. До 1 июля 2020 года рост тарифов в Ульяновской области не будет. Об этом было заявлено на профильном совещании с участием управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Представление качественных жилищно-коммунальных услуг станет главной задачей на следующий год. Такую цель обозначил губернатор Сергей Морозов для участников совещания по регулированию тарифов. Главная задача 2020 года в области жилищно-коммунального техно-аналитического комплекса будет официально объявлено распоряжением губернатора как год качества. И это будет наиважнейшая задача. Ни техническое перерушение, ни там какие-то другие вещи. Мы не будем расплываться по древу. Это, конечно, будет тоже держаться на контроле. Губернатор отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать утвержденные стандарты жилищно-коммунальных услуг. Поручил глава области усилить контроль за работой управляющих компаний и тарифы образования. Как заявили в профильном ведомстве, жилищный надзор уже за первые половины года выявил больше нарушений, чем за весь прошлый год. Нарушение в сфере качества предоставления коммунальных услуг становится более внимательнее. Жилищный надзор относится к этой теме и выявляет большее количество нарушений, поскольку проводит более качественные проверки. Улучшает качество услуг не только управляющие компании, но и ресурсы, снабжающие организации. Например, по Т-плюс утверждена инвестиционная программа на следующий год на 420 миллионов рублей. Примет участие области в проекте альтернативной котельной, утвержденном правительством России. По остальным компаниям инвестпрограмма составит около полумиллиарда рублей. При этом все это не скажется на росте тарифов. С 1 января тарифы все равно не вырастут однозначно. То есть до 1 июля 2020 года все тарифы останутся на том уровне, который они сейчас действуют. С 1 июля 2020 года все тарифы будут изменяться не выше предельного индекса платы граждан, который будет утвержден правительством Российской Федерации. Предполагается, что рост тарифов с 1 июля 2020 года не превысит 4%. При этом в области будет сохраняться тенденция роста тарифов ниже роста инфляции. Егор Дистов, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ. Наспроект здравоохранения – это не только ремонт существующих поликлиник и больниц, но и открытие новых ФАПов. В этом году в регионе возведено два новых ФАПа, еще четыре капитально отремонтированы. Новинка – это передвижной медпункт, создан специально для небольших сел и деревень. В одном из таких побывала наша съемочная группа. Докторам удобно, пациентам тоже. В селе Кипрей появился новый фельдшерский-акушерский пункт. Главная его особенность заключается в мобильности – ФАП передвижной. В нем есть аппарат для измерения давления, оборудование для экспресс-анализов и даже гинекологическое кресло. Специалисты участковой больницы три раза в неделю выезжают к сельчанам, чтобы проконсультировать или провести диагностику. Здесь ведется прием доврачебный, оказывается неотложной медицинской помощи, если она необходима. Определяются анализы экспресс-методом на холестерин, на сахар и на гемоглобин. Фельдшер Наталья Хроменкова несколько раз в неделю навещает жителей Кипрея. По словам опытного медработника, условия в ФАПе хорошие. Наталья признала, что этот пункт даже и не идет в сравнении с предыдущим местом работы. Здесь новое оборудование, здесь тепло самое главное. У нас в старом ФАПе же штукатурка на голову сыпалась нам. Вот подметешь, придешь, утром приходишь, подметешь, начинаешь больных принимать. То воды нету, прорвется где-нибудь, надо на колонку за водой идти, а идти очень далеко было ходить. Вот приезжаю, например, зимой, когда на автобусе, сначала снег расчищу, потом пушку включу. В Кипреи проживает 160 человек, большинство из них пенсионеры. Разумеется, ходить в больницу могут не все, поэтому ФАП на колесах оказался для них спасением. Ну, давление вот у меня, то, что у него, то, когда вот ноги опухали, у меня тут делал, помогал, спасибо ей, дай Бог ей здоровья, молодец. И сейчас сегодня едет, мы обрадовались, что она едет. Это не единственный передвижной медпункт в Ульяновской области. Аналогично есть в базарном Сызгане. Напомним, обеспечение ФАПами входит в реализацию национального проекта здравоохранения. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Управды ТВ. Вчера на Соборной площади города Ульяновск состоялся торжественная церемония открытия 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета в дивизионах Матч и Филд. Международный союз стрельбы из арбалета приглашает посетить соревнования чемпионата. Турнир будет проходить в Ульяновске с 15 по 18 августа. Более 400 лучших стрелков из 33 стран мира съехались в Ульяновск, чтобы принять участие в 20-м чемпионате мира по стрельбе из арбалета. В результате поставлен рекорд по количеству участников в чемпионатах мира по этому виду спорта. Команды, каждая под своим флагом, прошлись по Соборной площади Ульяновска. Среди стран участниц Германия, Франция, Венгрия, Хорватия, Чехия, Россия. Я уже не первый раз посещаю Ульяновск. В прошлом году я был на совместном чемпионате России по стрельбе из лука и арбалета. Сейчас я второй раз в Ульяновске. Также был с визитом и осматривал готовность площадок. В Ульяновске мне все очень нравится. Организаторы постарались сделать все, чтобы создать прекрасные условия для каждого из участников. И единственная проблема, с которой мы столкнулись в Ульяновске, это ветер. Потому что ветер для стрельбы из арбалета – это такой немножко недуг. Торжественную церемонию открыл губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Я не сомневаюсь, что за неделю проведения чемпионата наш регион станет для вас вторым домом. Я уверен, что вы будете чувствовать здесь себя очень комфортно. Что успеете ближе познакомиться с Россией и с нашим регионом. Я поздравляю вас с большим спортивным праздником и желаю удачных состязаний и ярких побед. С сегодняшнего дня соревнования проходят как по матчевому арбалету дивизион матч, так и по полевому дивизион филд. Спортивными площадками соревнований выбраны зал в техническом университете на Северном Венце и центральный стадион труд. Нам посчастливилось посетить первую тренировку спортсменов дивизиона филд накануне торжественного открытия чемпионата. И поговорить с многократным чемпионом, обладателем большого хрустального глобуса, лучшего стрелка мира среди мужчин, домоговым переглином. Мы готовились долго и тренировались. И так что увидим, что будет, но ожидаю медаль. На каждый день ожидаю медаль. Основное действие турнира состоится 17 августа на стадионе Труд, где пройдут финалы. Это будет интересно, потому что всего 8 стрелков стреляют и будут определять места с первого по восьмое. Это лучшие восемь из всех, которые приехали. Соответственно, после этого будет матч вызова между лучниками и арбалетчиками. Это интересное, увлекательное, захватывающее зрелище, где они будут бегать, стрелять и будет считаться и время, и попадание. Финальным аккордом 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета станет торжественная церемония награждения победителей и призеров, а также галоконцерт в Ледовом дворце Волгоспорт-арена. В ведущем мероприятии известный футбольный комментатор Виктор Гусев. А за отличное праздничное настроение отвечает специальный гость, неподражаемая и всеми любимая группа дискотека «Авария». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ. Сумма ущерба нанесенного стихией реабилитационному центру инвалидов-опорников преодоления в Димитровграде превышает 100 тысяч рублей. Губернатор Ульяновской области во время внепланового визита в Димитровград поручил максимально короткие сроки помочь общественной организации решить возникшую проблему. Корреспонденты Димград-24 выяснили, кто и как выполняет поставленную задачу. Центр реабилитации инвалидов-опорников преодоления. Этот объект один из наиболее пострадавших среди учреждений социальной сферы Димитровграда во время ливня недельной давности. Напомним, 5 августа город был на волоске от объявления ЧАЭС. Из-за обильных осадков затопленными оказались все районы города. Руководство центра до сих пор с ужасом вспоминают увиденное в помещениях после дождя. Дождевая вода добралась до офисной техники, полностью затопила тренажерный зал, повредила книги и учебные принадлежности. Все вам составили смету комитет по жилищному комплексу. Сейчас он, Андрей Николаевич, должен подъехать. А на сто восемь тысяч это по стенам и три двери, которые уже не разрешены. Переставление, что-то делать. Разумеется, первым делом сотрудники преодоления начали спасать именно арктехнику. Самая важная информация, будь то бухгалтерия или списки льготников, хранилась именно в электронном виде. Спасти удалось не все. Губернатор Ульянской области, прибывший в Димитровград 6 августа, с неплановым визитом поручил в кратчайшие сроки оказать материальную поддержку общественной организации. В ходе заседания президиума местной ячейки партии «Единая Россия», которая состоялась 13 августа, депутат ЗСО Рамиль Хайролин подарил преодолению новенький системный блок. Он же взял на себя финансирование ремонта работ внутри центра. Выяснилось о том, что и в помещении до 30 сантиметров подтопило, испортилось только что произведенный ремонт, только что произведенный ремонт, а также кое-какое оборудование. Ну, соответственно, чтобы быстро дальше работало это общество, нужно было восстановить сначала компьютеры. Но также лично от себя, от своей заработной платы я выделил для проведения косметического ремонта, который составил 110 тысяч рублей. Подрядчики уже определены, работы планируют начать в ближайшие дни. Я Маран Кичимайкин, Виталий Немов, Димгород 24. Звук дрели вместо детского смеха. В Димитровграде продолжается замена деревянных окон на новые пластиковые стеклопакеты. Региональная программа «Новые окна в детские сады» вышла на финальный этап реализации. Детский сад «Жемчужинка» в Димитровграде. С 1 августа вместо детского смеха здесь с утра и до вечера звук строительной техники. Это очередной этап реализации региональной программы по замене окон в детских садах города. С опережением графика работают. Уже на сегодняшний день поставлены 23 окна полностью. 24 окна находятся в работе. Осталось там поставить подоконники и откосы. И некоторые вот еще только начинаются. В рамках региональной программы Димитровград получил из областного бюджета в 2019 году 15 миллионов рублей. Сейчас работы ведутся в трех дошкольных учреждениях. Еще три только разыгрывают контракты. В том числе в детском саду номер 38. О необходимости произвести эти работы в ближайшее время родители дошколки рассказали на встрече с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым весной этого года. Тогда же глава региона заверил, что приложит максимум усилий, чтобы запланированное было реализовано. В итоге «Золотой петушок» получил на замену окон более трех миллионов рублей. Это первые такие масштабные работы за 47 лет существования учреждения. Примерно 16 сентября мы примем всех детишек с удовольствием, с радостью в обновленный детский сад. В настоящее время все желающие дети распределены по детским садам нашего города. До конца этого года новые окна получат шесть детских садов Димитровграда. Наталья Васильева, Виталий Немов, Кемран Кичимайкин, Димград-24. В Ульяновской области проходит десятилетие доброты, инициированное губернатором региона. Этот проект научит многих делать добрые дела. Одно из таких – проект «Пора быть счастливой», который призван помочь жить полной интересной жизнью женщинам в возрасте 55+. Проект удалось реализовать благодаря выигранному гранту. Подробности у Павла Полового. Чем занимаются женщины, когда выходят на пенсию? Кто-то возится с внуками, кто-то едет на дачу. Проект «Пора быть счастливой» Марина Казаковой помогает женщинам выпасть из рутины, найти свое хобби. Кто-то с детства мечтал петь, танцевать или рисовать. Но муж, дети, работа – когда тут заниматься искусствами? И вот пенсия как раз в то время считает автор проекта. И, видимо, не она одна. Проект был реализован благодаря выигранному гранту. Мы хотим развенчать эти понятия. Хотим сказать, что это огромный человеческий потенциал, который очень многое может принести в пользу обществу. Наш проект как раз направлен в данном случае на женщин. Сегодня у нас идет психологический тренинг, как у тебя депрессия, как стать счастливой, как справиться со своими негативными эмоциями. Женщина должна быть счастливой. Больше она никому и ничего не должна. Расхожая фраза из интернета, похоже, действительно имеет право на существование. Женщины выглядят счастливыми и занимаются тем, чем хочется. Сегодня они фотографируются. Вчера танцевали. Когда человек становится старше, он ищет что-то новое в себе. Дети выросли и хочется что-то уже для себя, попробовать себя в новом качестве. То есть, если мы всю жизнь хотели, допустим, попробовать рисовать, пожалуйста, мы можем это попробовать. Кто-то хотел заниматься чем-то другим, он может это попробовать. И если этих проектов будет больше на разные направления, соответственно, каждый человек сможет найти что-то свое и почувствовать себя счастливым. С участниками проекта «Пора быть счастливой» работают психолог, хореограф, художник, музыкант. Женщины общаются, дружат, придумывают совместные мероприятия и выглядят счастливыми. Ведь счастье – лучшая косметика для женщин. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается солнечная жаркая погода. Температура воздуха составит 27 градусов тепла. Ветер южный – 3,8 метра в секунду. И это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням в 18.50 на информационном портале улправда.ру. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»